Трап против Форза В общем, не знаю, тусуюсь, расслабляюсь, получаю удовольствие от жизни Отлично, очень много вопросов было по поводу того, откуда твой ник, фамилия все же Грибов Ну по поводу ника, ну да, Кала Гриб был, Калаш Гриб, потом просто Калыч Калыч Мне как бы не важно, какой ник, мне больше нравится Грибов Вообще, я думаю, что лучше все играли под фамилиями, так более профессионально выглядит Я особо не парюсь, а то все знают Калыча Понятно Очень много вопросов по поводу, естественно, команды М-19, вашего олимпийского золота И первое, что задает господин Беркут Юнисол Хотел ли бы ты вернуть назад состав 2002 года? А, ну нет, нет, конечно я не хотел, как бы это было, прошло и это уже не вернуть Поэтому смысла, смысла в этом не вижу А вы еще собираетесь как-то со старой командой? Ну, я могу сказать обо всех, что каждый делает В общем, начну, допустим, с Радо С Радо, как мы периодически видим, мы сейчас играем в одной команде, он в запасе У вас тренер, да? Да, как тренер, как менеджер, сейчас как рок-6 Он занимается параллельными делами Вот, я периодически с ним вижусь, то есть там созваниваюсь, еще что-то Потом с Райдером, ну с Райдером я особо не общался, даже когда мы играли вместе Ну, как бы, мы не были какими-то друзьями и товарищами, только если в игре Вот, потом с Внуком, с Внуком я вижусь, тоже, опять же, периодически Где-то случайно встречаюсь где-нибудь в городе, там, в барах, еще где-то У нас уже очень много общих знакомых, общая туса, поэтому периодически видимся Вот, у нее сын недавно родился, я хочу поздравить его Вот, ну, чаще всего вижу Мэтфана Он открыл свой клуб в Питере, в центре Небольшой клуб, интернет-кафе прикольный, такой, достаточно уютный Там надо тренируюсь, когда проблемы дома с интернетом Вот, я иногда просто к нему захожу, там, попить чайку, поесть пирожных Ну, так бывает, там, раз в недельку, два раза захожу к нему В общем, с ним нормально, мы так часто, периодически видимся Вот Ну, что еще Вот так вот все Я так понимаю, что в КС играете только ты и Радо до сих пор Ну, да, да, сейчас То есть, уже никто недавно не играет, Мэтфан вообще забил Когда еще где-то в 2004 году, потом, после того, как мне дали визу 400 кг в Америку Он после полугодного перерыва, ну, решил с нами сыграть Вот, и с тех пор он особо не играет Так, сидит в клубе, себя в доту играет Вот Ну, тоже, наверное, думаю Ну, Радо иногда поигрывает То есть, так вот Почему распалась вообще команда в 19? Ну, в чем распалась? Со временем просто все забили Кто-то, у кого-то появились другие приоритеты Вот Появлениями команды X4 Там долгая история И Ну, люди стали старше Просто, как бы, в М19, да Я был самый младший Мне было лет 17-18 Да, то есть, там, Фаня, которому, наверное, 4 года старше Он, ему было 23 года И у него уже другие были жизненные интересы Его родители уже толкали Там, иди работай, учись и так далее Ну, поэтому Все распалась Со временем все распадается Ничто не вечно, поэтому А клуб на 19 закрылся? А, значит, клуба не знаю Я особо Я предварительно, как я понял Там помещение находилось в институте В ИНМЕХ Военно-механический университет города Санкт-Петербурга И там новый вышел указ Матвиенко О том, что как-то Что ли Учебное заведение То ли учебная территория Она не может сдавать под коммерцию Ну, то есть, какая-то проблема была с арендой, как я понял Но, несчестно, я не знаю Я особо там Ну, как, да Я знаю там Володю, там, директора Администраторов Но конкретно, что там произошло Именно ситуацию Я лично не знаю Закрыли, все, закрыли Были случаи, что откроют заново Но что-то, видимо, не получилось И то, что там Точно где был клуб Его точно не будет, как я понял Что-то было слух, что, может, где-то в другом месте Но пока что-то Ничего не двигается И ни новостей, ничего Понятно Как ты относишься тоже Был такой вопрос К тому моменту, что На ЦПЛ Винтере Последнем по тагам 19 Играли микс Из Диамонда Вот по поводу всей этой истории Ну, это вообще Это просто В общем Чел просто сумасшедший Он реально псих Он два года Это было, наверное, еще Да, это еще было М-19 Было еще М-19 А только когда приехал к нам Из Челябинска Это было лето 2004 года Он нас писал нам в Мирку Мол На ломаном русском языке Там, пацаны, привет Там, все Мы делаем Едьте в Америку Будем играть Там Зарабатывать деньги 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 Ну, в общем Думали, ну, может Ну, как Да, мы так работали с ним Общались Может, правда Толковый парень Почему бы и нет Попробовать Потом уже с КГ поняли Что он просто Чешет лясы И, ну, просто Просто, просто Чешет, чешет Чешет Пытается Сделать себе что-то Какое-то имя Ни с чего Он заспамил Весь американский АРС Там, какой-то Game Search Что М19 приезжают В общем Мозги всем В России Вот Ну, реально То есть уже Все, про рука Все люди Там, москвичи Там, все подряд Уже Ну, на ним ржали Просто ржали Он каким-то образом Все-таки замашнил Этих фейсов Я не знаю Какими-то там деньгами В общем Это бред Как бы Я, ну, то есть Я писал там Отписывался на годфраге И так далее Ну, это просто Не знаю Смешно Он никакого отношения Не имеет ни к М19 И это Просто, не знаю Фанат какой-то Ну, реально сумасшедший Просто И, ну, не знаю Я пытался Как-то остановить его Ну, в общем В конце концов Я понял, что Бессмысленно И у него ничего не получится Так он Ну, он просто плохо играет Он приезжал, кстати В For Game Летом Прошлом, по-моему Или этим летом Ну, в общем Парень, как бы Играет на 60 Гц И говорит, что Он так привык играть Ну, просто шутка Просто Просто клоун В какой-то момент Даже ходили слухи О том, что он будет играть В X4 Team На тот момент В X4 Team Там все намного сложнее Нет Там Какой он Где он будет играть Он Человек Как он может играть Я не понимаю Он просто приходит в Мирку И говорит, что он Лучший игрок Да, или что-то еще Он просто Просто не умеет играть То есть не то, что человек Плохо играет Да, там Или хорошо А он вообще не понимает Что такое Counter-Strike Я даже не знаю С чем все это нужно было Он просто По смешившему С себя выставил Еще прикол в том Что на том же Годфраге в американском сайте Да, когда написали Про инвентации Я там отписал Там комментов Наверное 200 было Причем комменты Там, ну, америкосы пишут Там, канадцы И все там А, это Это Ник об ОВГД Типа Да, я помню этого парня Он читерил Там, его кикну То есть То есть Реально там Вспыло просто все говно С всего мира Насчет него То есть не только Он уже так накуролесил И в Америке Там в штате Вашингтоне Горде Сиэтле Там уже куча чуваков Отписалось Местных Ну, каких-то там пацанов Что Ооо Это Дичман Это Дичман Ну, как бы даже не Дичман Какие-то другие его ники пишут Какие-то до этого Которые он использовал Ну, в общем Смешно было Клоуна А как раз С поводу Твоих партнеров Бывших тиммейтов Модифтнадз Которые завершили уже карьеру Что заставляет тебя еще играть И сколько вообще Ты планируешь еще играть Как тебе удается поддерживать Твой уровень профессиональный Ну, по поводу Сколько я буду еще играть На самом деле Я давно думал забить Да, перестать играть Но я просто смотрю реально Да В данный момент У меня нету Какой-то перспективы Допустим Какой-то работы Да, перспективной работы То есть есть, да Работа Пойти и устроиться По объявлению Если у меня будет появиться Какая-то перспективная работа Через знакомых Ну, не важно Через приятеля Еще куда-то Можно вписаться будет То, конечно Я забью на игры И может Ставим менеджером Еще что-то Сейчас, пока я получаю деньги То, что я играю Да, конечно Их там не так много Как хотелось Чтобы прям вообще Четко все было Но денег хватает И, в общем Путешествуем Ездим Мне это не ставит удовольствие Я ни на кого не работаю Я не стою раньше 12 утра Я не знаю У меня нет каких-то обязанностей У меня есть там команда Перед которыми я Ну, как-то вот У меня есть какие-то отношения Да Обязательства Да, обязательства А в дальнейшем Не знаю У меня и мои друзья Много кто работает Они реально Забываются на работе Они потрачивают 7 дней в неделю Там с 9 до 9 вечера Я же там То в Москве То в Копенгагене То там В Нижнем То еще куда-то То еще куда-то Сплю там Ну, то есть Не знаю Мне это Мне доставит удовольствие Конечно, это вечно Не будет продолжаться Но пока Пока, не знаю Порох есть В общем Будем играть Несмотря на поведенного ЦГ Стимул выиграть его Еще раз есть Да, есть стимул Стимул даже он больше Конечно, тяжело его Именно порой Так вот Доставить себя Но стимул больше То, что хочется добиться Еще раз Как-то Себя реализовать И В общем-то Есть Подвиги к этому Не просто Да, так вот Я хочу и все Есть команда Есть ли ребята, в которых я верю Есть И чувствую, что я могу еще Да, то есть Ну, есть возможность Так почему бы нет Даже только в ЦГ Почему поездить под границей Вообще цель даже не то, что выиграть А вот именно Поездить под границей Занимать хорошие места Повидеть мир Не знаю Побороться как-то Ну Разнообразить Пока молодой Можно Вспоминаю сразу Две последние поездки Островитян К Данию Да Также вопрос По того же ВЦГ Как думаешь Почему После успеха М19 И неожиданного успеха Виртузпрома СВЦ В 2004 году В 2003 В 2004 В России В последнее время Уже успехов Крупных Не было Ну вот Еще единственный Акон 5 Тоже Ну Насчет всех этих успехов Общий уровень Игры растет Очень сильно Не только в России Везде То есть Очень много Конкуренции Русские Я считаю Мы реально Топ 3 В мире По Кондерстрайку То есть У нас же проблема В том Что у нас нет спонсоров У нас может быть Есть локальные спонсоры Но нету людей Которые Даже Ну там Какие-то иностранные капиталы Допустим Которые бы отправляли Допустим Хотя бы Топ 3 России Допустим Виртузпро Бигрип Мы Форс Ну и какая-то еще команда Которые хотя бы Допустим Ну не знаю В течение двух лет Съездили Допустим На 7-8 Международных кланов Тогда будет результат Просто Как объяснить Игра Игра в Москве Да Игра допустим В той же Дании Или там Где-нибудь в Швеции Или в Америке Она отличается Даже не в том Что там Другой КС Нет Просто Чисто психологически Очень тяжело Психологически В общем Большая роль Психологии Когда ты приезжаешь Ту же Данию Да Ты начинаешь То что ты летишь На самолете На другом самолете Там то Все Как прилетаешь Ну то есть Это настолько Ну это надо просто Иметь опыт этому Поэтому Если появятся спонсоры Люди которые готовы Вкладывать деньги В это Которым это интересно То У нас будет результат Реально Мы ничем не хуже Швеции Мы реально На уровне То есть На нас конечно Не так Компьютеризированная Страна Как у них Но у нас просто Много людей Не знаю Просто больных Которые дрочатся сутками Да И И вообще Ничего в жизни не надо Поэтому Нужно просто Давать шанс Парням И будет все нормально Делать все Материальные поддержки Да Ну просто Ну как Человек Ну ты играешь год Да Играешь год У тебя раз в год Появился шанс Сыграть на ВЦГ Да Вот поборолся Там выиграл ВЦГ российское Приехал Там не знаю Тоже в Сингапур Там не ездили Какую-нибудь там Корею Ты летишь 9 часов 10 Или там в Америку 12 часов прилетаешь Да У тебя один шанс Грубо говоря Один шанс в год У тебя Одна карта Там 12 раундов 15 Тебе вот надо Бах и выиграть Конечно Если ты хорошо играешь Ты должен доказываться Если ты съездил бы Хотя бы стабильно Раз в 3 месяца будешь ездить У тебя уже опыт И международный опыт будет Ты уже Не знаю Ну просто У тебя будет чувствовать комфортно Общаться со всеми Обыденно будет Так же как у меня ездить в Москву Обыденно Я уже не знаю Москва Как будто пригород Питер Вот реально Я уже езжу И меня раньше там Да, Москва Я прям только что-то Сейчас я сел Поехал один на один Езжу Вообще Не знаю Никакого дискомфорта Не ощущаю То что я куда-то еду Еще что-то Так же и здесь Может все дело В широте русской души Фактор То есть приезжай За рубеж Наши игроки Да, да, да Есть такая тема Вместо того Чтобы тренироваться Готовиться Начинают Нет, там дело не то что Отели, клубы, вечеринки Нет, у кого уже приехал На турниры заграничные Уже поздно тренироваться То есть тут уже Готовиться К так-то К любому сопернику Нет, вот именно Даже готовиться Не физически А вот именно психологически У нас очень Ну это даже у нас В любом виде спорта И футболе У нас хоккей У нас люди думают Что ее вообще нет На самом деле Психология и спорт Это одно и то же И особенно в командном виде спорта Насколько ты себя подготовил Насколько ты настроился Насколько ты готов Реализовать себя Да, перед турниром У нас такого Многих игроков Это отсутствует Я пытаюсь Как бы что-то Как-то внедрить Некоторым людям Ну тяжело Просто тяжело Как бы Не знаю почему Но это надо уметь Это надо знать Так просто нельзя Приехать по фану Когда там В гейм На мясной чемп Залетел, здорово Пацаны Там все поиграли Тут надо Да, себя подготавливать Себя готовить Заранее Ну да Весь расслабляется Приезжают с границы Весело Все прикольно Шутят А потом Защиканы В футболе За ночные похождения Игроков Игроки получают штраф Может быть Что-нибудь такое В контрстрайке Да Ну только Практика уже имеется Ну и в нашей команде Как бы штрафов Еще не было Но уже такие Уже Близко было к этому Вот Ну это правильно Это абсолютно правильно И вот наш Как бы наш главный Да Наш менеджер Александр Теплов Он уже Ну то есть Он так вот Да Бывает ситуация Когда он говорит Что будут штрафы Допустим Там месячная зарплата Или там Двухнедельная зарплата Ну это правильно Потому что Это может быть Некоторые люди Спринимают это в обиду Думают что Ну потому что Они не чувствуют разницы Что сейчас уровень Немножко другой Это не фан С друзьями во дворе Да там Играть в КС Или там футбол А уже где-то Какой-то профессиональный уровень Да То есть команда уже Один из другого города Да То есть зарплата Поездки То есть это уже Ну другой Другая ступенька Когда наноситься Более профессионально Но я думаю Придет со временем Если конечно Все это не умрет Последний год Был ознаменован тем Что ходило Очень много новостей По поводу Сурса Про Моуда Ты в свое время Делал переход С 1.5 на 1.6 Который тоже был непростым Вызывал очень много споров Недовольств Желаний Можешь ты сравнить Ситуацию Прошлую и нынешнюю Как-то сравнить Между собой 1.5 и 1.6 Не 1.5 и 1.6 Одно и то же Там особо разницы не было Буквально там Какие-то фишки По поводу ВП Немножко там графика Ну то есть Такой геймплей Да Поприятнее стало В общем Тут особых Разниц не было И прошло все безболезненно По поводу Сурса Я вот Боюсь что люди Допустят большую ошибку Люди которые не разбираются В КСе Которые просто зарабатывают Деньги там Валивы и так далее Да Перейдя на Сурс Как в свое время Да Квейк 3 Так же пришли на Квейк 4 Там да И умерла игра Так же здесь могут убить игру Потому что Сурс Он Ну это В чем прикол Контерстрайка Потому что он элементарен Элементарен И из-за этого есть какой-то геймплей И экшен Он очень прост Но он временно Очень разнообразен То есть Его не нужно Нет какие-то лишние Бутафории что ли Да Как вот в Сурсе Какие-то графики Все какие-то непонятные Что происходит там И Это уже больше да Дальтофорской Это уже Ну не знаю В чем фишка Контерстрайка Что он временно реалистичен Но он временно Не до идиотизма реалистичен Да То есть он Просто как футбол Люди сто лет играют На полянке Двумя воротами И играют И играют И будут еще играть Так же здесь Боюсь что Допустим Некоторые турниры Некоторые люди Точнее даже Которые Сами-то не играют А просто Возле этого Крутятся Захотят Поменять на Сурс То скорее всего умрет Потому что Все перейдет на Сурс Процентов 80 людей Игроков Там зрителей Вообще Ну комьюнити Она там умрет А умрет 80% Умрет потом и Сурс Год-два И умрет все Нет Киберспорт не умрет По-любому будут Какие-то игры Бабки Потому что Уже очень много Вложили Это ну Тут нельзя умереть То есть Будет какая-то игра Ну еще что Но КС может умереть Потому что Потому что Большинство Про игроков Они не понимают Сурс Это Ну это просто Это не другая игра Нельзя их сравнивать А может Спасет промоут? Не знаю Значит промоут Опять же да Может быть спасет Не знаю Не хочу еще говорить По этому поводу Я не видел Если сделают Может и правда Будут прикольные Появились ролики В интернете С фрагментами Игры промоут Не видел Да не Я редко смотрю Какие-то мувики Мне как-то Пофиг вообще Не знаю Это опять же Все зависит от людей Ну я считаю Что наоборот Лучше сейчас В этом все и прикол Что лучше сейчас Продолжать этот КС И возможно Что он реально Выйдет на уровень Не того что Конечно футбола Там того Но есть Какая-то уже Есть аудитория Людей Причем очень большая Которая готова В него играть Еще лет 5 Там 10 То есть И что-то придумать Новое Зачем Можно только испортить Уже таких примеров Было много Я говорю про тот же Квейк Который Была практически Идеальная игра Квейк 2 Потом вышла Квейк 3 Просто сумасшедшая Я все время Квейк мне все время Нравилось Даже больше чем КС Ну смотреть Или играть Даже надо 15 лексер Ну да Мой друг Мой пес Вот И то есть Ну да И мне это прикалывало И потом вышла Ку-4 Просто Никому он не понравился Все поиграли Пару турниров Денег вложили Спонсоры Сыграли все И как бы уже Квейк 3 умер Достижения Да не Достижения Мы с лексером На пиво Все время На фрак Там играли Постоянно В эмке То есть Так Чисто по приколу Вот Особо Ну тут все Так вот Если надеешь Я надеюсь Что сорс Все таки Его забракуют Окончательно И богатенькие Дяди из Вальвы Не захотят Лишний раз Там заработать День А может быть Сам какие-нибудь Пожелания К промоду Что бы ты хотел Увидеть там Или Честно Или тебе Этот вопрос Даже не интересует Да Какой там будет промод Как они сделают Ну давай дальше Еще по поводу Как думаешь Будет такое В России Как в Корее То есть Игра будет собирать Стадионы Толпы болельщиков Про гейминг Фанаты Можно Можно Почему нет Просто зависит от рекламы Я бы рекламирую Что угодно Хоть Я не знаю Какашку в салафане То есть Не важно Все будет Нравиться Главная реклама Пихать ее конкретно Всем говорят Что это круто И все будут говорить Да это круто Все это денег Это же шоу-бизнес Грубо говоря То же самое Как и музыка Как и попса Ее крутят везде И со временем Она реально тебе нравится Так же и здесь Сколько времени Ты уделяешь сейчас игре И сколько было Когда играл в М19 Ну в М19 Когда я играл Конечно я больше уделяю Времени Тогда как-то Вообще пофигу Сел в клубе и играл Сейчас у меня не то Что меньше времени Или больше Возможно что Ну я не знаю Я как-то стараюсь Поменьше Не то что поменьше играть А поменьше Дурью мается Да Я стараюсь Как-то организовывать Свои процессы тренировочные Да То есть можно Тренироваться 2-3 часа в день Но продуктивно Тренироваться Командой Абсолютить тактики Там что-то побегать Какие-то раунды А не просто Сидеть 8 часов И 2 на 2 Не знаю До 10 утра Играть Как сумасшедшие Да То есть Ну то есть Немножко другой Такой стиль что ли Тренировок Поэтому Для тебя важна посадка За компьютером Во время игры Ну Не так что важна Просто привык Как играл Так играю Нет такого что прям Не ну конечно Если какой-нибудь кривой стол Там или как-нибудь криво Мне конечно неудобно Мне начали все это паранойить Дергать и так далее Это у любого игрока Так Ну как привык Так сижу Вопрос Тоже одного игрока Который Очень интересуется По поводу тренировки На КСДМ Что лучше Позиционирование Или фаззум АВП Я не понимаю Что такое позиционирование Фаззум Судя по всему Это терпеть То есть ждать При целом Или На КСДМ Вообще нельзя научиться стрелять То есть люди Ну Нет Ну конечно Чуть-чуть Но можно научиться В плане того Что От того что ты играешь Там Сыграл 50 КСДМ Или там 500 КСДМ Лучше стрелять ты не станешь То есть КСДМ Он скорее всего рассчитан На то что размяться Размяться Допустим перед игрой Просто размяться Так побегать Да так Именно задрачивать Так сказать Стрельбу Это мне кажется Бессмысленно Достаточно Не знаю Одного КСДМ С Кольтом Одного КСДМ С Калашом И одного КСДМ С ООП В день Там Перед тренировкой Когда там играете 5 на 5 Там По ЦВ Да Смысла больше нет Играть Это Это ошибочно Мне кажется Это ошибочно Это лично мое мнение Что троллюсь Я там По 10 часов На этом КСДМ И там Просто До потери пульса И отыграет Не знаю Мне кажется Это без локуса Там мужики не стоят А как лучше Тренировать стрельбу Лучше стрельба Это играть 5 на 5 Самое лучшее Все Это Вообще В контрстреке Больше играть 5 на 5 И как бы Играть не просто Не знаю Бегать А стараться То есть Организовывать эту игру Там По тактикам Как-то грамотно играть То есть Хотя бы так И со временем Ты пристреливаешься К позициям Пристреливаешься К вариантам То есть Чем больше ты играешь По ЦВ Тем больше Вариантов Противника Ты Можешь сказать Просматриваешь Ты будешь готов К тому К тому моменту И допустим Играешь в какой-нибудь Сильной команде Какой-нибудь по ЦВ А они Хоп Такую фишку сделали Ты знаешь Что могут так Фишку сделать То есть Ты уже привыкаешь И уже проще Становится стрелять На КСДМе Это не получается Ты просто бегаешь И рандомишь Там Нет какого-то Вообще Не знаю Не задрачиваешь Никакие позиции Ничего То есть Это бессмысленно Вопрос от Счета нашего читателя Спадина ТиДжея По поводу твоей К прошлой команды Трэп Какая была Твоя первая реакция На предложение Трэвелера О создании Команды Трэп Так как ДДС и Танк Были не особо известны Как игроки А Трэвелер Как менеджер Ну во-первых По поводу Трэпа Вообще Это такая долгая история Спадина у нас Развалилась Команда Х4 Вот И мы с КГ Решили двигаться дальше Остальные ребята Герла Дантик и Нук Не проявили интереса Вот Ну и в общем Да нет Мы прославили кучу вариантов И один из вариантов Был такой В общем Мы рискнули Попробовали Но я не жалею Ни о чем То есть Сейчас как бы Я склонен работать С Алендерс И только вот НПГ Мы играем сейчас за Трэп У всех других Труниров Мы будем Алендерс Трэп То есть Мы к ним отношения Никакого не имеем Ну да То есть грубо говоря Мы выкопили И Я не хочу сказать Что плохого О Трэпе Или о Травлере Или Танке Не У нас достаточно Достаточно нормальные отношения В общем-то Ничего такого плохого То есть Такого ужасного Даже что-то было Я не собираюсь Говорить Нет Все нормально Нормально Ну был опыт такой Просто была такая ситуация Что не было команды Не было спонсора Хотелось сыграть на ВЦГ Попасть на НПКЛ Все это было в спешке Дикой Да Плюс КГ Как бы У него нет ни квартиры На Москве и в Питере Да Он из Челябинска То есть опять же Не хотелось его Мэйта подводить В общем Приходилось найти какие-то Найти варианты Где ему жилье Там еда Еще что-то В общем Там все на скорую руку Все ляпалось Ну в общем-то Не самый худший вариант Ты играл В огромном количестве Команд У тебя было Очень много партнеров Ты можешь выделить Кого-то из них Как хорошего товарища Друга Который остался У тебя в жизни Или Ну по поводу Команд не так много Что уж И МКИК4 Опыт Игры с Огромным количеством Игроков-то большой Да Игроками Ну не знаю С кем Даже не знаю Сейчас мне эта команда нравится Мне нравятся ребята в команде Абсолютно с ними Не знаю Мне достаточно удобно С ними Спокойные ребята Без экспрессии Так сказать Из бывших мейтов Ну Нуком конечно Мне хорошо было играть С Мэтфаном Не знаю С Малышом С Касом Периодически До сих пор общаюсь Там Нас звоним Там Бухаем Ну так Ну не знаю С кем еще Да Со всеми На самом деле Я такой человек Я может быть И спрыщил Часто очень Но Я на зла Никого не держу И стараюсь Даже если я не прав Порой Пойти Точнее даже не до наоборот Даже если я прав Пытаюсь пойти первым На перемирии Поэтому Без тех Всех мейтов Которые в со мной были Ну не знаю Ну не то что Со всеми У меня абсолютно Дружеские отношения А какой-нибудь Именно близкий друг Который Как товарищ В реальной жизни Которому ты можешь В момент жизни Обратиться И помочь Ну из таких Из геймеров Ну трексер Я могу считать Своим другом То есть Я знаю Давно уже Ну то есть Я с ним Часто общаюсь То есть Человек который вышел Можно сказать Из киберспорта Да Вместе со мной И мы Идем дальше То есть С ним общаемся Постоянно Друзья Тусуемся Что-нибудь Цыпочку мутим То есть нормально Все Понятно Так Следующий вопрос Вот по поводу Нынешней ситуации Положения Кого бы ты Из игроков Выделил С команд Кто сейчас Талантлив И перспективный Если честно Я вообще В своей жизни Особо демки Не смотрю И ни на кого Не равняюсь Не знаю Может звучит Как-то грубо Но Я не хочу Даже Думать о том Что кто-то Талантлив И перспективен В плане того Что может быть А там Будь моим соперником Что-то еще Я считаю Что если ты хочешь Быть лучше Да Не важно В КС Футболе Вообще В чем угодно То для тебя Не должно Никаких авторитетов быть И Это спорт В спорте Нет авторитетов Чем ты Чем ты Как сказать Не знаю Чем ты нахален Чем ты Групп Можно сказать Так Не уважаешь Никаких авторитетов Именно в плане игры Не то Что там В жизни В жизни Это другое Тем ты Больше успешен Здесь нет такого Что вот Он хорошо играет Я пытаюсь Привить эту психологию Это психология Опять же К своим игрокам Кто-то играет Более молодыми Что допустим Не надо называть точку Спауном Спауном Ну да Они говорят А что такого Ну просто Чисто психологически Допустим Ты пошел Нашел матч Виртус про СК Я вот чисто Даже за деньги То не пойду Не из-за того Что это Там я не знаю Там они плохие Или хорошие Просто ты чисто Психологически Ставишь себя Ниже их Ты уже чисто Ты уже не сыграв с ними Уже проиграл Поэтому для меня Не знаю Я опять же ничего Не против ними Против СК И Ритус Про Ну просто То есть В спорте надо Не знаю Думать о себе Думать о твоих мейтах А нас О всех остальных Ну просто Бегающие модели Все А кто там Ники Игроки Все же Какой-то из молодых игроков Ты же ездишь Играешь В частности Хэт За вас Нормальный парень играет Если он будет Стараться Прикладывать усилия То есть Не просто Бездумно Бегать Стрелять А будет прикладывать усилия Прогрессировать Именно впитывать Какой-то опыт Окружающего ситуации Игровой Я что-то скажу Кто-то ему что-то скажет То есть Он будет Делать какие-то выводы И пытаться Именно прогрессировать Свой уровень игры То может Неплохой игрок Получиться Почему нет То есть Способности есть Но все зависит от него То есть Это Все у каждого Каждый Все в своих Все в твоих руках Сложно вообще Когда собирается Новая команда Привыкать К партнерам К тиммейтам своим Тяжеловато Тяжеловато Потому что Сколько времени требуется Вообще Я считаю Что минимум на полгода Чтобы одним составом Поиграть Пятером Чтобы реально Чувствовать Чувство локтя Что-то Как сказать Но бывает по-разному Просто Проблема Даже то что Допустим Я сейчас играю в команде У меня 4 москвича Пытается свой стиль Я им пытаюсь Не то что свой стиль А какое-то Другое видение игры Тяжело Мы часто Концентруем На этом почве Я не знаю Почему Я не знаю Я же не зла Им пожелаю Мы же вместе Одна команда Порой Не знаю Я им какие-то вещи Объясняю Которые я Не просто Из головы Вытащил И просто Не знаю Придумал А они Это жизненный опыт Мой какой-то опыт Который был проверен Уже на каких-то ситуациях И Которым я пытаюсь Поделиться Вот Ну Не всегда Не всегда Разумеет Как вы вообще Тренируетесь Своей новой командой Вот сейчас Тренируемся по домам Вообще Советую всем Ну В регионах С этим тяжелее Конечно же Намного Да В Москве В Питере Сейчас это уже реально Да Как в Европе Сидеть дома Тренироваться Вообще Советую всем Тренироваться дома Клубы это конечно Хорошо Лан Там Все Проще объяснить И так далее Но вообще Структура Почему Те же самые Буржуи Шведы Лучше играют Потому что Они тренируются Сначала из дома Сначала Как объяснить Очень простая фишка У нас в России Как строится Команды сидят на лане В клубе компьютерном Друзья со двора У меня первая команда Мы одноклассники были Ну мы сидим Играем И допустим У меня есть мотивация Продолжать играть Добиваться чего-то А у моего друга Кореша моего Нет мотивации Но я у мой кореш Ну как я могу сказать Извинь пока Кик У мой кореш Мы с ним пьем пиво По выходным На родном Цыпочек в клубе Что-нибудь угораем А так играем в КС И получается Фишка в том Что У нас так и остается Этот игрок В команде без мотивации Хотя возможно Если он попал в другую команду С игроками С мотивацией С какой-то Организацией С желанием Тренировка Тренировка И так далее Он мог добиться чего-то Но у нас Часто игроки остаются А в Европе По-другому Там Они друг друга не видят Они сядут в онлайн Да Они сядут в онлайн И допустим Собирают какую-то команду Там АБВГД Играют пятером Допустим У кого-то мотивация пропала Они просто кикнули И все Даже не подумали Другого мотивация появилась Да Они оп-оп И только когда они собираются на лане Да Только тогда К этому грубо говоря Моменту Когда лан А уже Отсеиваются те люди Которые не хотят играть Которые Валяют дурака Да И они уже отсеиваются раньше Поэтому появляются Там 5-6 команд Реально Там 20-30 человек Которые реально Готовы рвать И метать И поэтому так получается А у нас Немножко по-другому Поэтому лучше сейчас Тренироваться всем дома Тренироваться дома Недельку тренировался дома Перед турниром Там месяц Тренировался потом Перед турниром Недельку собрался на лане Потренировал Там Обсудил какие-то Какие-то маленькие моменты Да Нюансы Намного лучше И это дешевле И комфортабельнее Вообще Я считаю что То что молодежь гоняет в клубе Вот реально Это очень плохо То чтобы быть успешным В спорте В жизни И так далее Даже в жизни Если ты сидишь 20 часов в клубе Да И ты ходишь домой Только спать там И жрать грубо Да И ты не будешь успешным В киберспорте Потому что У тебя нету жизни У тебя нет тёлки У тебя нету Нормальных друзей Ну то есть Ты Не знаю Зацикл Жизнь мимо проходит Да Жизнь мимо проходит А ты А человек который другой Который тренируется 3 часа в день Тренируется Тусуется с тёлками Ходит в университет Там все прикольно Хорошо Он приходит тебя обыгрывать Потому что ты Не то что ты Какая-то неудачная Что ли Образ жизни ведешь Я не знаю Как объяснить В общем Надо стремиться К тому чтобы был баланс А то что ты Тренируешься 8 часов 5 часов Или 10 часов Разницы нет Главное Как ты тренируешься Как мне цифрование Качество Если ты разносторонний человек Если ты себя Проявляешь не только В играх Да А в какой-то вообще Других сферах жизни То ты будешь успешен И там и там С кем вы сейчас играете В интернете Как у вас вообще График тренировок Сейчас После Дании Мы взяли книжку Перерыв Ну надо просто отдохнуть Надо брать перерыв Вообще В плане тренировок Нельзя Тренироваться много Это опять же В спорте Есть даже целые книжки По этому поводу Субботу с ксения Надо отдых 100% отдых То есть Понедельник Пятница Допустим Так как мы дома Тренируемся А у Стараемся тренироваться С иностранцами Шведами Датчанами Не знаю Команды Да разные бывают Бывают средние команды Бывают с кем-то И с КАД Бывают И с НИПами Ну редко конечно Бывает Ну вот С Маузом Не знаю То есть Успешно? Ну так Гоняет конечно Вот Не ну по-разному бывает На самом деле Тоже То есть нельзя По тренировкам Нельзя что-то сказать Можно проигрывать все тренировки Потом выигрывать чемпионаты А можно наоборот Выигрывать все тренировки На чемпионате Стараемся тренироваться Где-то в 7-8 вечера Часов до 2 ночи То есть Потому что у них Минус 2 часа Ну в Европе Да Центральное европейское время А они чуть попозже начинают Ну вот Так как мы дома Это удобно Мы ложимся спать Там в 2-3 часа ночи Просыпаемся Кто-то в универ Ну в универ идет Да там Кто-то Кто-то по делам То есть мы не просыпаемся Как в 6-7 вечера Да Ты просто чувствуешь себя плохо Когда ты просыпаешься Не знаю Поздно Да вечером У тебя все Минус день У тебя голова квадратная Ты ничего не можешь делать Просыпаемся В 12-11 Ну может в час-два Кто-то сходит по своим делам Кто-то там Не знаю Погуляет с девушкой Кто-то встретится с друзьями Кто-то там какие-то Насущные проблемы решит И в общем Так получается В общем нормально Как ты оцениваешь Свою игровую форму На данный момент Это твои лучшие годы Да Нельзя сказать Что лучше или худшие Возможно просто По поводу Да По поводу уровня игры Я не могу сказать Что я раньше играл лучше А сейчас хуже Или наоборот Скорее всего Просто люди стали лучше играть Общее количество То есть допустим Раньше там Была одна-две команды С которыми могли Как-то напрячь Да Сейчас же В той же одной Москве Команд 6-7 Которые реально То есть могут Реально показать Хороший уровень игры Да То есть кто-то конечно Стабильный Кто-то менее стабильный Общий уровень растет И это не только в Москве Не только там Не знаю В России В Украине пожалуйста Раньше Была команда ГСС Только там Зарагравити Там Бо-бо Ухо Ну и компания Да Теннистые ребята Которые там Как-то сопротивлялись И ну то есть Как-то да Команды Сейчас там Какие-то сумасшедшие Про 100 Откуда они сегодня появились Но опять же Люди прогрессируют Желание Тренируются Какие-то у них спонсоры появляются Какие-то поездки появляются И все И так везде происходит И Швеция Везде растет народ А когда был твой горячий период? Да я не знаю Мне кажется Он впереди еще Не знаю Мне такого Мне естественно все равно Как я хорошо сыграл Или плохо Главное чтобы команда выиграла С чего ты вообще начинал? Как попал? Как пробился? Ну начинал На самом деле Вообще с таких моментов То есть Было Мы сели в клубе И играли в Quake Ну я так редко ходил Там раз в неделю И там села команда ПК Питерская Такая ранее давно известная Очень достаточно Легендарная Можно сказать Там сели ребята постарше По 22 год По 21 Они играли в Quake Quake 2 Quake 1 Еще даже некоторые играли Ну и в общем они видны что надоедало Это и появился КС И мы начинали с того что Ну это даже глупо звучит Да Начинали с того что Мы там вышли Там перерыв Да там Перекур типа И один человек говорит Который постарше Ну там 20 Они год 22 Типа пацаны Зацените Вот мы стреляемся Стреляемся А мы бегали в стрейфах Там сега зажимали Ничего не понимали что происходит Пули летят Ну то есть вообще бред То есть Пули кончились А мы как бараны Например друг друга рлоудимся Да там Он говорит А я короче Не рлоудишь Достой быстро пистолет и добиваю Типа О крутая фишка Да Добивай пистолетом Ну реально так начиналось Он такие Надо попробовать Да Я его перестреливаю Добиваешь О да Добью пистолетом То есть Начинали с таких Реальных моментов То есть Мы тупо Не знаю Начинали добивать пистолета Вот Сейчас конечно Уровень другой Сейчас даже Ребята которые Градят по полгода Они уже по другому мыслят Потому что Везде куча демок Куча всяких Теже шоу матчей Турниров Какой-то Ну то есть Есть информационная Какая-то Уже Собралась То есть Киберфайт Тоже Проплей Да Сайты Которые Постоянно нет информации И люди Даже играют по полгода По году Они уже Не добивают пистолетом Они так Это уже понятно Они уже Какие-то тактики Мутят То есть Пытаются Быстрее Быстрее Происходит Все Возвращаясь Опять К Канг 19 Можешь Выделить Какую-то Самую сложную Игру В своей жизни Да нет Игры было много Честно Я В напряженный момент У москвичей У многих игроков Такая болезнь Они прям помнят Все игры Все раунды Я лично нет Есть конечно Какие-то моменты Но в общем Не знаю У меня не откладывается В памяти Это Не знаю Прошло и прошло Выиграли Проиграли Да я помню Выиграли Проиграли Даже счета Не помню И даже порой С кем играли Не помню Не знаю Мне это не так важно Какие команды Сейчас на данный момент В топ-3 мира Ну это вообще Беспонятия Честно Это так нельзя сказать То же самое Какие топ-3 команды В футбольных мире Ну скажите Ну да Ну Пятерка Десятка Все 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 Ничего нового Виртуз Виртуз Входят Не Не думаю А Какая-нибудь Российская команда Вообще Ну В данный момент Никто не входит Не знаю И опять же Не хватает Не хватает Какой-то Не хватает Если так будет Молодых ребят На самом деле Очень такая Революционная Передача Получилась Есть ли у тебя Сейчас девушка С кем-то встречаешься Или Ну нет Постоянно девушки У меня нету Вот Тусы Клубы Ну Не то что клубы Нет Последнее время Ты езжи Клубы Последние год-два По клубам Даже особо не хожу В основном По домашним Таким вечеринкам Вот С девушками Не то что все сложно Нет Не сложно Все в общем Даже порой Поет просто Но Как-то не знаю Сложно Нормально Последняя Девушка Такая Серьезная У меня года Четыре Была Наверное Вот Сейчас Последнее время Есть подруги просто Рандом Направо Налево В шлеме И все нормально Ты очень часто Примеров Приводишь в футбол Играл? Не Играл в хоккей Пару лет Просто люблю футбол Не то что я считаю Каким-то Можемым фанатам ФК Зенит Ну да Болею за родной клуб На матчи Пописаешь? Последняя Сезона 3-4 Не хожу Вот Национальный Начал Когевать в КС Менее Что там ходить Раньше До КС Либо 14-15 Там 16 Вообще На все матчи домашние Даже на выезд Один раз был Ну то есть Я просто Мне нравится футбол Смотрю футбол Я не то что Сумасшедший фанат Какой-то Ну мне нравится Я вообще не понимаю Люди которые не любят футбол Допустим Особенно Мужского повара У меня много Приятелей Которые не разбираются В футболе Тоже на лекциях Я постоянно Не вержу Потому что Как-то можно Ну 1 Ты не должен Знать все команды И все счета И следить за игрой Хотя бы как-то Разбираться А люди Я таких не понимаю Людей В детстве Не было желания Стать там Великим футболистом Или хоккеистом Нет Такого не было Хоккеистом Возможно было Да Навеяное Советскими временами Ну не то что Советскими Просто у меня Одно время Такая прям Жестко зафанатива Сам пошел Что-то куда-то Но я поздно пошел Спорт Профессиональный спорт Особенно хоккей Футбол Там Сики теннис Надо же начинать Там лет с 5-6 То есть там С 15 лет Когда я пришел в хоккей Там в 14 лет Там уже ребята В СКА Ну Питерская команда Там уже ребята По 10 лет играют Там они уже Такое утворяют На площадке Да Я там Только научился На коньках кататься Поэтому Я понимал Приказ Что мне Вряд ли что-то получится Просто ради удовольствия Ходил Просто для себя Кого играл в хоккее? Правого нападающего Сейчас еще Футбол Хоккей Спортом Ну спортом Не особо занимаюсь Так Что-то В последнее время Бегаю иногда Конечно Звучит Смешно Футбол Хотел играть больше Вот летом Прошлым Классно В Москве Я живу одно время Мы постоянно Играли с ProRoad Всякие Virtusa Фарзы Собирались Прикольно Играли 5 на 5 6 на 6 На самом деле Хочется играть больше Но как-то Не хватает Организации Какой-то Что-ли На самом деле Классно Пограть в футбол Хотя бы раз Не знаю Две недельки Было вообще здорово Вернемся Опять к теме Counter Strike Последние Несколько лет Играются Основные 4 карты Dust2, Inferno, NukTrain Ну и еще там Порой Mill, Strike появляются Но в целом Новых карт нет В чем причина? Неужели Исчерпались создатели Или эти карты Настолько реальны Для Counter Strike Не, ну просто Опять же Можно продлить С футболом проводить В этом вся фишка Что Всем все ясно Всем все понятно Нет каких-то сюрпризов Хотя конечно Надо хочется Новую карту Какие-то новые фишки Новые тактики Какие-то Это конечно весело Но если постоянно Будет что-то менять Мне кажется Ну это будет менее зрелищно Будет больше Будет больше Каких-то Не знаю что ли Рандомных игр Да Каких-то непонятных Вообще результатов Тут все просто Есть 4 карты Всем все известно Всем известно Все тактики Все То есть Пытается Вот сейчас Такой момент Что все подтачивается И Если будут какие-то Изменения жесткие Там на Source И новые карты Возможно Что это только хуже сделать Хотя я не знаю Что лучше Я бы не знаю Поиграл бы на новых картах Хотя иногда Так и получится Разбирать новые Порой так проще Давно появилась новая карта ДЦП Ловерран Играл? Да Я на КСДМ все время играю Ну я честно Не знаю Какой-то бред Кажется какой-то Очень большой И вообще Я не знаю Я на 5-5 лет там не играл Я просто на КСДМ Часто она висит Ну то есть Постоянно бывает Ну да Она побегает Что-то Не знаю Не особо Я в восторге От нее Ну так КС стоит того Чтобы заниматься Столько лет И если бы Ты вернулся Допустим 6 лет назад То Ну я никогда Я вообще такой человек Что я не жалею никогда Происходящим Это глупо просто жалеть Не важно Выиграть в КС Там или что-то еще Ну не знаю Наверное Да я не знаю Мне кажется Это классно Заниматься тем Что тебе нравится Пущать с того деньги Путешествовать Не знаю У меня куча друзей В Москве Там не знаю В Хельсинки В Копенгагене Еще где-то То есть У меня Какие-то много знакомых То есть Не знаю Для меня Мир намного Стало шире Опять же Это за счет Контр-страйка То есть Я не живу Там своим двором Там Я не знаю Своим университетом Или там Работой С точки А С точки Б Я не знаю Я расширенно смотрю Раз широкие Раз к твоей глаза В чем причина Не самых успешных Выступлений Алендерс На турнире Во-первых Я все объясню Во-первых В первые турниры С Жгопен Мы ехали Не основным составом У нас играл Пятый Бравыч Эстонец Почему кстати Он играл А не Танк Или не Редмон Нет Редмон играл Танк Радо Нету паспорта Загранника И скорее всего Танк его И не будет никогда Радо же вроде бы Ездил в Данию Радо не закончился У него закончился паспорт И поэтому Об этом проблема Мы взяли Бравыча Наш спонсор настоял на него Хотя мы хотели Другого игрока Ну и в общем Мы толком не тренились Вообще То есть мы даже С ним Бравычем Ну что он в Эстонии Я в Питере А не в Москве Короче он Не то что он какой-то плохой игрок Но он такой Кохозник Не ну просто Нормальный парень Он просто Он не про игрок Не тот уровень игрок Чтобы обыгрывать НИБР НИБ Изначально уже ехали С такой психологией Что ли Не то что С опущенными руками Но изначально уже Ехали Не там бороться Биться до конца Во-первых Там два компа у нас У меня у Блейда Был вообще не компьютер А от Тетрисы Там получилась проблема С компами Мы не успели зарезервировать На лане Я играл вообще на компе Там 5200 видяха Там вообще Там что-то 2.2 Короче вообще ужас Был Я играл на маленьком На большом разрешении Специально 640 на 480 А обычно? Ну обычно 800 Ну это не важно Там у меня вообще Два дыма В 20 фпс Как-то там вообще Боролись еще Потом Блейд Он летел уже позже Одну игру играл Младший брат Нашего спонсора Который там Еле закупался Даже писали в комментариях Потом Вторую игру Венема сидел Играл за нас Потом Венема ехала за вами Поболеть? Не Ну как Не то же Она просто поехала Тусоваться Там Вот И то есть Она играет Ванька садись Давай Ты Этот мелкий совсем Как бы не понимает Что происходит на карте Ты хотя бы Ну врубаешься Точки называли Чего как Давай Давай Ну весело Конечно было Серия Третью игру Просто уже Нас уже Часно Опаздываем Уже все Кричат Уже все Дисклифицируем И просто Блейд бежит С рапорта Реально бежит В машину В машину Влетает на чемпионат Садится На девайсы Потом просто Играем с Нуа У нас опять же А с Мумом У нас там У меня 20 фпс На трене С Мумом Вы еще сыграли Да там Они не сты Может они просто С утра были Какие-то не знаю Вялые Ну я не знаю У меня с 20 фпс На трене С такими картами Не чувствовал вообще Какой-то не знаю А в чем причина Опоздания Блейд был Программа с визами Ну да Программа с визами Он вообще Делал греческую визу Летел в Данию То есть вообще Там такая Длинная история По нашей поездке О том как мы Делали эти визы О том как мы Прилетели Так получилось Что мы хотели Лететь из Москвы В Копенгаген Но получилось так Что надо было Лететь из Питера В Хельсинки Мы приехали в Москву Но оказалось Что визу Ромшки и Редден Получат только На следующее утро Поэтому я один Поехал в Питер С утра Они короче Получили визы Доплатили каких-то денег Летели на сморете В Питер Там я их встретил Мы полетели на сморете В Хельсинки Там у нас Пересадка 30 минут в Копенгаген Потом там Браво Из Эстонии Блейд летит В греческие визы На 2-3 часа Опаздывает на турнир Ну в общем Там такая на самом деле Вообще Куролесили Вообще не знаю Как бы добрались На самом деле То есть Там с 7 визами Такой геморрой Был Ужас А в 2-й турнир Сейчас ездили Пытались подготовиться Как бы Взяли Хеда Опять же Компы тоже были Ну там Просто так получилось Что компьютер Ну в общем То всех нормальные Были компы Да Один был не очень У меня там был Какой-то Виста 32 От Windows Вообще Кривой был Ну и просто Не знаю Попали в аварию С утра Перед Ноа Разбили Хед разбил тачку Вот Может на проплее Муйки скоро будет Там Ну как-то Наверное Это повлияло на это Ну это Наша проблема В общем-то Мы сами не справились Ты крайне Будешь зачарован А? Ехали с победой? Ну не Не то что победой Просто хотелось выступить Нормально Хотелось как-то Слава Богу Хоть потом Еврокап Прошли отборочные Сидели там В Бунтауне В центре города Там кафе прикольный У них интернет Играли отборочные Еврокап Хоть там прошли Ну просто Наш спонсор переживает За нас Он реально Хочет Что мы что-то добились И на его глазах Реально неприятно Просто парень Реально старается Для нас Складывать нас И просто хочется Часто по-человечески Его как-то Отблагодарить Игрой Результатом По поводу СHG Open Там в озерах Вы потом Встречались с французами Ну да Счет удивил многих Да нет Опять же Я не хочу говорить Что там читерит Не читериты В общем-то Ну там Представляете 2000 компов Да На эти 2000 компов 5 судей Там нету даже Никто не проявляет Ни 16 бит И 30 бит Все на своих компах Там можно Ну просто Спокойно Объединить себе Не знаю Эйм Чит какой-нибудь На кнопку На маус 3 В голову стрелять Там никто это не контролит Это биок Ну биок Bring your own Computer Да То есть Своими компами Эти турниры Там и ловят читеров Каждый раз И читеров И там и читерят И читерят Потому что Ну как что Люди Я лично Против этого Да Я стараюсь вообще играть Как максимально Честно Максимально То есть Дефолтно У них там В ярлаке В ярлаке Там по 20-30 команд Написано Да То есть Они сядут на своем компе 30 команд в ярлаке И еще там В ухах Там все подряд Ну они Не серьезно Бегают и играют Франтузы вас удивили Ну да Они нормально всегда Был ли такой Александр беспокоит Девушки наверное Здорово Давай Давай Умывайся Я просто сейчас Немножко занят Я тебя минут через 10 Перезвоню Окей Давай Был ли какой-нибудь Такой фраг В твоей жизни Который ты запомнил Там Это был решающий раунд Победа Ну таких много фрагов Ну конечно Один такой из ярких Первый турнир М19 2001 год Это отборочный НСП Лондон Мы сегодня два дня Собрались Приехали в Москву Одни выходные были Вторые приехали И там такой был момент Играли Ацтек Я остался один в два У нас уже была ничья Играли против Против Форс Или Ц-58 Там Ксинетрон Антикиллер Я что-то взял бомбу Убил одного с воды Пошел на АБ Вот гелт респ Контровский Поставил бомбу И тупо спрятался за ящик Не знаю даже почему Чего пришел с респы Убил меня Он долго шел И в общем не сперли Дефюзить бомбу Я помню Меня убили Бомба пикает И мы с луком такие Зарвись И она взрывается В общем И мы поехали в Лондон Было прикольно Как ты оцениваешь Прогресс с Алендерс В последнее время Есть ли вообще Вот у вашей команды Перспективы Поездка на ВЦГ Ну Перспективы есть всегда Объективно смотреть Нет Перспективы есть всегда Почему Есть перспективы Это же спорт Тут может выиграть любой Тут зависит от От нас Не от кого-то другого Почему бы нет Если будем нормально тренироваться У ребята перспективные У хорошего уровня игроки Так что Почему бы нет Можно Караваджо На геймерские деньги Позволял себе джинсы Треплей за 500 баксов Хватает ли тебе Денег Шаг на жизнь Или нужно где-то Подработать Не Ну Я особо не подрабатываю Бывает конечно Тяжелые времена И денег не хватает Бывает нормально Я честно Такого человека Мне не нужны миллионы Конечно Мне нужны деньги Деньги нужны всем Но Я считаю Что Есть много вещей В жизни Которые дороже Этих денег Да Какое-то отношение Дружба Может любовь Какие-то поступки Футбол Да Футбол И поэтому Порой Не знаю Я не такой Циничный Или там Меркантильный Который Считает каждую копейку Хотя На самом деле Это хорошее качество Когда ты Считаешь деньги Порой Я столько Просирал бабок Что Не то что Я много денег Просирал А бездумных Просирал Не то что Я жалею об этом Бывали такие времена Если в России Допустим Занимать стабильно Топ-5 На всех турнирах Ездить куда-то Реально ли Прожить на эти деньги Может нет топ-3 Сейчас Если топ-3 Занимать стабильно То есть Каких-то спонсеров Ну почему нет Можно Можно Где-нибудь Посадить Зелень Вместе Можно На самом деле Это реально При этом Как бы Скуратить За границу Опять же Говорю У каждого Свои потребности Кто-то хочет 2000 долларов 3000 долларов Если кто-то Кому-то 200 долларов Да и нормально В общем Сидит там Пиво Пьет с пацанами Все зависит От людей И от их За рубежом Ситуация иначе Ну за рубежом Там немножко по-другому Там В той же Швеции Нет бедных людей Там просто нет бедных людей Там настолько Политически все построено Так Да там Можно сказать Социализм у них конкретный Там Социальные службы И так далее Там нет бедных людей Там То есть Даже если ты Не знаю Лежишь там Возле помойки Тебя придут накормить Поэтому там Им проще В этом плане Они более расслабленные Они меньше парятся Они больше получают фана Да У нас в России Много очень Вещей таких некрасивых Да там Бабки-бабки Оторвать что-нибудь У них этого меньше Мне кажется Хотя Не знаю Вопрос у одного читателя Который собрал Команду топовых игроков В Риге Вот он спрашивает Что эффективно Тренировки из клуба Или Аленда Собственной тренировочной базы Ну я говорю Тренироваться надо просто Ну Для начала Потренироваться из дома Но если они вот собрались Уже готовы в клубе Тренировочная база Или там Ну конечно Не знаю Тренировочная база Конечно кайфовая База у тебя есть Когда ты не в клубе Ты чисто своей командой Такая домашняя обстановка Там чаек Тапочки Да Тапочки Ну да То есть конечно кайфово Это комфортнее Но поначалу Можно в клубе тренироваться Ничего страшного Какова роль тренера В Counter-Strike Нужен ли он вообще Не то что тренера У нас такого нет Понятия у нас в команде У нас скорее всего Гру в частности Виртуз-про Вроде как считается Ну да Да Ну я думаю что Не знаю честно Каждый свои Свои какие-то позиции То есть можно придумывать Все вместе пятером Как бы отрабатывать Смотреть что лучше Что лучше Что подходит Что не подходит Не так сложно На самом деле Ничего такого Тактики так таковой Нет какой-то замудренной Все фишка в исполнении В тимплее И ну и понятно Да Вот именно Именно вот именно Именно даже в тимплее А не в тактике Тактики всем давно все известны Ничего нового не придумают Только может что-то старое Там всплыть Какие-то раунды Какие-то фишки Твое отношение К онлайн РПГ различным Там Вов Ну вообще не играю Не играю Ну я видел Доту Доту не раз в жизни не играл Конечно видео тысячи раз Там постоянно кто-то играет Я в Доту не играю Вов не играю Играю в игр Только короче Играю в футбольный менеджер Это вообще моя игра Которую я играю Еще с 97-98 года Там первые Там они как FIFA уходят Каждый сезон Футбольный менеджер Вот Чемпионшип менеджер Вот это да Вот я могу сутки Все эти играют в нее Ну может какой-нибудь там Цезар да там 3-4 или кем-нибудь там Симсов Ну а все эти РПГ вообще Они мне очень скучные Мне кажется Они мне быстро надоедают Никакого интереса не вызывают Каково это быть Номером 3-4 даже в России После того как быть номер 1 в мире Ну как это номер Нет ну это разные же вещи Ну как это номер 3-4 или 1 Нет таких номеров По-разному все бывает Да я стараюсь как бы не думать о том что было Я стараюсь думать о том что будет Вот поэтому Ну не вообще Ты бы мог чем-то пожертвовать Ради того чтобы вернуться снова И выиграть под СГ Возможно Возможно мог пожертвовать Даже не знаю с чем Но Да я и так жертвую Я Я Толком не учусь Да сейчас Ну как бы так Это сложно от учебы Да Не работаю Порой как бы Да и на друзья там забиваю Потому что у меня на выходные Москва там Или какие-то тренировки Я жертвую многим Ну мне это нравится Мне вообще это удовольствие Тебе нравится Вот что тебе Сейчас сыграть На проруровне На проруровне На проруровне Или Как в 2000 году В составе НСМ-19 Ну да Вращаться Не ну конечно Сейчас намного Ну как это нельзя сравнить Как это Что больше нравилось Не знаю Больше нравилось Не знаю даже Там нормально игралось Здесь нормально игралось Все просто разные времена Это прошлое Чего о нем Его воротить Было бы и было Вопрос несколько Проакционный Одно читателя Пеньгвин Наверное так считается Его ник Бытует мнение С которым Я лично сталкивался не раз Что легкие наркотики Дают огромный плюс К наведению Реакции и прочему Впрочем Систую это Предположено Эту мнению Что все только мешает Какого мнения Придержишься ты Чему верить Был ли опыт Во-первых Во-первых Это ошибочное мнение На самом деле Наркотики Да Они влияют на реакцию И ты становишься Городить хуже Это чисто Так визуально кажется Что лучше Как ты стреляешь Что-то еще Во-вторых Вообще Ну смотри какие наркотики Там если какая-то Марихуана То еще Не знаю Какой-нибудь афетамин То здесь вообще На самом деле Я давно бы уже Вел бы допинг-контроль Я не буду такать пальцем Кто его употребляет Ну и все-таки не буду Но я много знаю людей Я знаю многих историй Которые вот именно Именно вот так вот Нет я считаю Это не честно К этому никак Я не прибегал И не прибегу Даже если я буду Проигрывать и проигрывать А меня будут обыгрывать И обыгрывать Люди которые употребляют Во время И турниров Потому что я считаю Что есть какая-то справедливость И я за фейерплей Элемент начал хуже играть Из-за этого? Да не Я не знаю Может просто расслать боссы Да я честно Не знаю как он играет И мне это похуй Честно Ты же встречался с ним На СЖГОпен Да я еще встречался Там тусили Что-то Там ГГГ У меня особо У меня не друг Как бы я что Я не знаю Какие у тебя отношения На СКГ как раз СКГ? Да нормальные отношения Ну там были косяки свои Но в общем-то Я зла на нее не держу Да и что Я такой человек Я ни на кого На зла не держу Ну просто Мы на наши пути Разошлись Все как бы Кто-то прав Кто-то виноват Не все равно Небольшой близ вопроса Потому что считаете Сварака Онлайн или Лиланд? Лиланд Конечно Виртус про Ливи Гриб? Алинорс СК или НИФ? Алинорс Да Дедмона играли? Не знаю Ну он Дедмон Свой чувак Да Я думаю На этом Наш интервью заканчивается Да Спасибо 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 Спасибо